Сегодня ночью, вы все знаете, были сложные погодные условия по республике. У нас затронуло в юг республики, запад юг республики, Градвиковский, Шахтинский районы, Кибрульский, Череземельский, Прютинский и Целинные районы. На следующий день ситуация такая, по районным центрам с электроснабжением все в порядке. Есть вопросы по поселкам, 48 бригад работают. Пришла поддержка с Ростовской области в западный район наш. Есть задача сегодня подключить все, может быть, с заключением точек отделения, которые будет завершиться завтра. По кровлям у нас немного пострадали социальные объекты по районам, но унесло кровлю пару листов, то есть где-то два листа, где-то 10 листов. Районы решают своими силами, мы готовы поддержать. По Прютинскому району отделимый контроль по проработке, сейчас выясняем до конца ситуацию. Пострадали коммерческие объекты по республике, но тут уж, если обратятся коммерсанты, будут тогда смотреть, надо ли нам что-то делать, каким-то образом подключаться. Также сегодня в докладе было у нас завершение в неделе туризма в республике. Оценили нас в федеральное правительство, что нас включили в 25 лучших событийных мероприятий в нашу неделю. Удался, невзирая на ситуацию с погодой, которая была такая своеобразная в субботний день фестиваля тульпанов, но все равно народу понравилось, понравилось предпринимателям. В этом году мы смогли их выставить в большем объеме, то есть наши предприниматели смогли заработать деньги, люди смогли отдохнуть. Ну и по федеральным каналам прошли эти сюжеты. То есть у нас с каждым годом наше умение и восприятие республики нашими туристами, которые не с Калмыкии, оно увеличивается. То есть я думаю, фестиваль тульпанов стал уже традиционным не только для нас, а уже и для всей федерации. Поэтому это тоже позитивный момент. Также сегодня мы отметили на кратке те ряд решений, которые состоялись. Это включение опорного университета в список опорных вузов 33 по России. Это выделение республики 92 миллионов на дорожное хозяйство. Те поручения главы, что все деньги должны быть потрачены в городе. Также обсудили мы с ним подготовку республики к участию в фестивале молодежи и студентов, который пойдет в октябре месяце в городе Сочи. Тут у нас помимо тех обязательств, которые мы на себя взяли, у нас поедет 150 участников, 50 волонтеров. Пойдет послы 4 человека от республики, послы от субъекта для участия в обмене с послами. Также мы по поручению главы обозначили то, что листа готовы принять у себя в рамках фестиваля дружбы, который совместно с университетом будет проводить делегации ряда стран. Мы обратились к Москву, чтобы рассмотрели возможность принятия республикой делегаций наших 300-х партнеров. Это Китай, Тааталан, Бирма, Индия, те страны, как Монголия, те страны, с которыми взаимодействие осуществлено. Сейчас ждем решения, то есть в плане того, готовы гостеприимно принять участников иностранных фестивалей. Также обсудили важный момент, это трудоустройство инвалидов. Это та категория, которая у нас не обойдена вниманием. У нас есть определенный план в этом году, который мы должны исполнить. 170 человек мы должны будет трудоустроить. Абсолютно правильное указание главы, чтобы в программах инвалидов наших задействовать, связанные с IT-работой, это, если можно сказать, в мастер решения, поэтому мы это сейчас будем реализовать. И эту цифру будем стараться повысить кратно, чтобы наши инвалиды смогли не только время занять, но еще и заработать денег. Спасибо.